Культурная революция докатилась до села в прямом смысле слова. За два года Андрей Богословский на своей библиобудке проехал почти 10 тысяч километров. Бывает так, что говорят, цирк приехал, бывает путают с флюорографией, не все знают, что такая есть машина. Если вы читаете книжечку, а потом решили отвлечься на другое занятие. Комплекс информационного библиотечного обслуживания или КИБО единственный в Саратовской области. Он заменяет книгохранилища там, где они закрылись, и дополняет там, где еще остались. В селе Генеральское и КИБО ждались лета. В мобильной библиотеке есть все. Книги для детей и взрослых, учебная литература, художественные фильмы и доступ к интернету. Для Визовской библиотеки компьютер уже большое достижение. Один на всех читателей. Стоит ли говорить, что в этом селе бумажная книга по-прежнему в моде? Она же теплая, она же бумажная, она же настоящая. Ее очень приятно читать. Я думаю, это никогда не уйдет. И книга вообще, она имеет свою нишу. Я думаю, что эту нишу ничем не заменишь, и ничто, кроме книги, туда уже не поставишь. Центральная Саратовская библиотека Назарубина – самая продвинутая. Это единственное место в городе, где оцифровывают современную литературу. Правда, только саратовских авторов. С остальными сложно договориться. Но интерес к электронным книгам настолько велик, что горожане читают прямо с библиотечного сайта. Чтение именно электронной книги молниеносно растет по сравнению с чтением обычной книги. Вот как только выставляется книга на сайт, она начинает активно читаться. Его можно назвать радикальным экстремистом. Михаил Семенов читает даже за рулем. Но считает, что библиотеки нужно закрыть, а бумажные издания уничтожить, как рассадник микробов и аллергенов. Все, что его интересует, скачивает из интернета. Если у тебя есть электронная книга или планшет, то есть специальные отдельные приложения для того, чтобы в любые библиотечные книги, ну, такую мировую литературу, как Лермонтов, Толстой, Пушкин, это все можно бесплатно скачать и прочитать. Публичные библиотеки есть во всем мире. Их, конечно, не так много, как у нас. В большинстве книги в свободном доступе. Да и чисто внешне зарубежные библиотеки мало чем похожи на российские. Например, в Китае читальный зал больше напоминает кафе, а в Амстердаме – кабину космического корабля. Анна Головчинская, Алексей Чудин. Новости Телеобъектив.